Золотая маска Золотая маска И мы его благодарим за это И вся Россия благодарит за это фестиваль Что такая возможность появилась Лучшие московские и петербургские и другие крупные российские театры Возить по всей стране то, что раньше в силу экономических разных причин было невозможно Первое, фестиваль поблагодарили Значит, а теперь, что мы привезли? Мы привезли в рамках этой программы два спектакля театра Маяковского Таких знаковых спектаклей, очень важных для театра И в Москве очень уважаемых, известных и пользующихся большим спросом Оба они по пьесам Мариуса Ивашкевича Вот так вот вышло? Так вышло, да, то, что Ивашкевич все не напишет Все, что мы не поставим, все это значит на Золотую маску номинируется Один из них называется «Кант. Критика чистого разума» полное название Ну, это пусть не вводит в заблуждение Это при всем при том комедия Где главный герой, великий немецкий, прусский философ Эммануил Кант Но это при этом комедия Комедия, она не в смысле гы-гы А в смысле, что в ее основе какой-то жодес-при Игра ума, остроумие Люди, сидящие за столом в гостях у великого философа Остроумничают, играют со словом, обкатывают его И пробуют на вкус И запах по-всякому И при этом достаточно серьезная сюжетная основа Не буду спойлерить Это спектакль «Кант» В нем заняты, как вы уже сказали, замечательные, чудесные наши Светлана Владимировна, Михаил Ивановича, Филиппов Игорь Матвеевич Костолевский Анатолий Анатольевич Лобоцкий И, как вы сказали, многие другие Это замечательные артисты, молодые наши, очаровательные, обаятельные актрисы Юлия Сломательная, Настя Дичук В общем Много-много у вас там задействовано Ну, не так много-много У нас там 10 человек И это все замечательные артисты И с чистой совестью всех хочется пригласить И поделиться нашими соображениями А вам какая роль досталась? Там все персонажи этой пьесы Они реальные люди И каких-то там жалких 200 лет назад Чуть больше, 260 лет назад Они все существовали Не только Эммануил Кант Но его слуга Мартин Лямпы существовал И те гости, которые у нас сидят Полицмейстер И, значит, проповедник И вот адвокат, юрист, правовед Вы на себя показываете, да? Да, и Оган Вигелянти Это все исторические люди Это все выбор Канта Это люди, с которыми ему было интересно общаться Поэтому, по всей видимости, они сами по себе тоже не скучные персонажи Второй спектакль какой? Второй спектакль «Изгнание» Марьуса Ивашкевича Он получил все возможные золотые маски Два сезона назад, по-моему, да? Да, потому что он действительно необычный, необыкновенный спектакль Очень интересный Он большой по объему, при этом он не громоздкий Потому что там очень упругая история На дно дыхании, да? Да, история Чужих людей Иммигрантов Которые вынуждены И по разным причинам Добровольно вынуждены Или вынуждены-вынуждены Они живут не у себя дома Кто-то мечтает вернуться назад Кто-то мечтает не вернуться назад Никогда Там в Лондоне история происходит Там литовцы в основном Но там есть и русские, и латыши И кого там только нет Люди, которые оказались в Лондоне В силу разных причин И ситуация эмиграции Она всегда С одной стороны трагическая Она связана с разрывом С каким-то связи И с другой стороны Там много смешного И даже детективного Вот И там Замечательные артисты Эту всю историю Тоже она Наполнена людьми Это все у нас, видите, не спектакль На троих, на четверых Два стула Такого нету Нет, она наполнена людьми Она большая Вы увидите Большой город Лондон С подземкой С его Злачными какими-то местами И темными сторонами И неосвоенными берегами Темзы Вот А на этот раз роль у вас какая? А там я не занят Я как зритель говорю Честно говорю Бескорыстно Совершенно Этот спектакль Рекомендую И Работы коллег Совершенно бескорыстно Хвалю И Приглашаю Посмотреть И не пожалеть об этом А режиссер и того и другого спектакля Кстати Миндуга Скорбауски Что же мы забыли Художественного руководителя театра Вот Они Разные Они Разнообразные Они на разные Темы Но что их объясняет Объединяет Это вот интерес Пожалуй Миндуга Скорбаускиса К человеку К человеку Вы в Ульянске впервые выступаете? Да боже упаси Ну что вы говорите Нет, были уже? Я в этом году по-моему Третий раз уже только Еще в ноябре приеду По-моему Это нас радует Вот Но не С театром Маяковского Я впервые Хотя театр Маяковского Здесь был Я приезжал с другими спектаклями Просто Других театров Ну вот Мы были здесь весной С Гошей Куценко Мы играли Дон Джованни Спектакли По пьесе Дона Нигра Помнили Помнили Да Вот И наверное В декабре Еще приедем Еще с другим Ну Это уже Это уже про меня А мы про театр Маяковского Так Вы Вообще Играете на сцене С советских времен Я вообще С советских времен Да А вот Современный театр Чем вас вдохновляет? Есть такое что-то? Почему Вообще Вот сейчас Не указают Интерес зрителей К театру? Вы хотите спросить Что? Что советский театр Понятно Что чем-то вдохновлял А чем вдохновляет Современный Так вопрос поставлен Вдохновляет или нет? Ну конечно Театр вообще вдохновляет Независимо От того Современный Он не современный Советский Или постсоветский Театр Это Такая Институция Человеческая Которая Сама модель мира Помните Шекспир сказал Весь мир театр Да Это можно Повернуть По-другому Весь театр Это мир Вернее Театр Это весь мир Можно так Да Если алгебру учить А плюс Б С То С Да Если весь мир театр То театр Это весь мир И поэтому Тут уже Только Нюансы Идут Что Опять же Как мир Есть Живая природа И натюр Морт Там да Мертвая Также и театр Живой и мертвый Он есть Там Со всякими Нюансами Уже Малозначительными Это было Современный Он или Классический Советский Или До советский Русский Или постсоветский Там Многонациональный Разный Главное Живой он Или Неживой Сейчас Ставят спектакли Ну как вот раньше говорили Советский Классические Были Спектакли А сейчас Они современные Там уже Какие-то Интересные Моменты Включают Вот вам Какой ближе Ну Это Ну Некий Стереотип А почему Вы думаете Что В те Самые Времена Что Эфрос Ставил Какие-то Такие Или Я уж не говорю Мерхоть Лес Там Или Еще Масса Примеров Они Какие-то Такие Кандовые Дуболомные Школьно Харистоматийные Значит Бородатые Иллюстрации Ставили Что ли Нет Да А потом А потом Вдруг Все наоборот Стали ходить В драных джинсах Ругаться матом И хватать Друг друга За разные места Но это же есть Ну не так Или Был театр Живой и мертвый Сейчас есть Театр Живой и мертвый Поверьте Его В этом смысле Температура Тела и пульс Совершенно Не зависит От того В какие Костюмы Нарядились И в каком Стиле Решил режиссер Поставить Эту Классическую Как вы говорите Пьесу Шекспира Это Островский Или Горький Или Чехов Совсем Дело не в том В джинсах Они Или В камзолах С париками Можно Опять же Повторюсь Пятый раз На территории Живого или мертвого Театра Находиться В любых Костюмах В любых Решениях Если есть Чего сказать Если есть Чем Поделиться Тем Что там Чего-то болит И что-то Там Радует Наоборот То Режиссер И театр В широком смысле Слово Про театр Говорите Найдет способ Публике Это донести Так Как он Считает Сегодня Нужно Понимаете И у Мерхольда В 30-х годах В зеленых Париках Выходили Где-то И сейчас Могут С бородами До пояса Играть Купцов Каких-то И совершенно Я не хочу Сказать Что Вот это Хорошо Это плохо Это надо Прийти И увидеть Ну можно Спросить У кого-нибудь Сначала Чтобы зря Деньги Не Не Потратить Но многое Зависит От режиссера Так ведь Да многое Конечно И от актера Многое еще Зависит Что к сожалению Последнее время Немножечко Некоторые Режиссеры Стали Скать На это Меньше Внимание Обращать На актерский Состав Ну нет Ну на эту Составляющую Скажем так Что Там Важно Пространство Музыка Решение Там И такое Прочее А уж Там Сыграют Вот Это Это тоже Диалектика Мы углубляемся В очень Такие Тонкие Детали И вопросы Да А кстати Ну конечно Режиссер Конечно А кто же Еще Есть такой Режиссер Который Который Вы могли Назвать Мой Режиссер Есть Сейчас Или Был Может У кого У меня Да У вас Но Надо Спросить У них Потому что Так Рискуешь Сказать Что Вот это Моя девушка Она скажет Почему Вот этот Старый Страшный Человек Так говорит Допустим Можно В такую Ситуацию Попасть Нелепую Поэтому Давайте У нее Спросим Как вам Этот Дядя Александр Иванович Вот сейчас Когда Мы только Познакомились Вы сказали Что в Ульяновск Надо везти Обломова Ну Как же Тоже Сюда Надо везти Зовите Приглашайте И Конечно И я думаю Будут артисты Воодушевленные Необычайно Значит На родине Гончарова Вообще Город Так Духом Гончарова Проникнут Карамзин Гончаров Они Вот здесь У тебя Везде За тобой По пятам Ходят И Такое Ощущение Что они Где-то Еще Их тени Тут Присутствуют Конечно Я вчера Иду Ресторан Обломов Называется Да Да Ну То есть Уже В доме Гончарова Были в музее Собираюсь Я Я в доме Был У дома Но он уже Был закрыт Мы все время Я прилетаю На площадку На самолет Да Вот Так что Ресторан Обломов Уже вопрос Куда идти Ужин После спектакля Во всяком случае Уже решен Осталось Просто его пригласить И сыграть здесь И позвать людей А в Обломове У вас Какая роль Никакой А то есть Вы опять не задействованы Никакой Нет Нет Просто интересно А вы думаете Что я говорю Зовите Я думаю Что я еще хочу Я приеду Когда мне надо Хорошо Александр Иванович Но вы не только Актер театра Вы актер кино Я как посмотрела В каких фильмах Вы Списочек там Приличный Первую роль Вы в каком фильме Сыграли Помните В каком году Вообще Начнем с этого Это в 77 году Еще студентом Это такая роль От которой ничего не осталось Была сцена Практически вырезана Но это был Юлий Райзман Это классик Советского кино Это был фильм Странная женщина Дебют Ирины Петровны Купченко Она играла там С Лоновым И мне было Очень Лоновой Это понятно Там Овод И Павка Корчагин А это была Какая-то Молодая Ну для меня Взрослая Я был совсем юн Но молодая Артистка Дебютанка Было интересно За этим наблюдать Но у меня там было Несколько реплик Которые в итоге Куда-то делись Но во всяком случае Я у Райзмана Вот такой дебют И сыграл Сразу роль И вся страна Утром сказал Вот он Нет Какой-то так Но Я благодарен тому Что я и у Райзмана Снимался У Юрия Николаевича Озерова В этом Самая Эпопея Освобождения Такая была Да Что-то И И И И У Алова И Наумова Два раза Снимался Но Это были Молодые артисты Был мощный Советский Кинематограф Там какие-то Эпизоды Было получить У таких Титанов Сложно было Наверное Попасть На киноплощадку Вообще Ну как Я не помню Это У вас как-то Приглашали Приглашали Точно Не сам Приходил А вы уже Тогда были Актером Театра В 7 и 7 Нет Я был студентом В 7 и 7 Я был Студентом Первого курса Причем Да Вот У нас сейчас И студенты Играют В нашем городе Конечно Да А вас сейчас Много снимают И снимают Сериалы В Ульяновске Стали много снимать Кстати Объясните вы мне Почему Что здесь Вдруг Медом Стало намазано Может какие-то Экономические условия Приятные Созданы Замечательно Экономические условия Потому что Все было всегда Ярославль Тверь Минск Когда-то Киев А сейчас В Ульяновске Сериал Не спросишь Ты где снимаешься Я в Ульяновске Снимаюсь Что у вас тут Я еще не снимался В Ульяновске Надо да Поговорить Чтобы вы приехали К нам сниматься Еще Ну А сейчас В каких фильмах Вы снимаетесь Вот сейчас В эфире Вот сегодня Вчера Завтра Дипломат В первом По первым Там кстати И Светлана Не Маляева Тоже И Полина Лазарева Тоже артист К нашему театру В этих спектаклях И Виктор Запорожский Которого люди Сегодня Увидят В спектакле Кант Там наших артистов А как так Вас всем составом Туда пригласили? Там много ролей Разных Больших И маленьких Вот Там Артисты Многих-многих Московских театров Это 16 серий Это большая Такая история Просто я Я Хочу Еще сказать Про наших Светлана Надимина Играет там Маму Главного героя А главного героя Играет Александр Александрович Лазарев То есть Ее сын Вот Поэтому Кто Успеет После Спектакля Посмотреть Да Ну или Завтра Там Их Еще Много Вот Могут Прям Прийти Увидеть На сцене Светлана А потом Прийти Включить Телевизор По первому Каналу Понаблюдать Это здорово Вообще До удовольствия Такое Двойное Ну Сейчас Вы еще И снимаетесь В каких-то Фильмах Список Огромный Тоже Да Как вы Успеваете Это все И там И там Еще Преподаю В двух Институтах Да вы что Так что Как-то Пока Успеваем Да Да Вы в каких Институтах Преподаете Вдруг Кто-то Завтра Театральное Училище Имени Щукина Он теперь Институт Называется Но у меня Институт Не нравится И язык Не поворачивается Театральное Училище Имени Щукина И Институт Высший Школ Сценических Искусств Константина Аркадьевича Райкина А вы Какой предмет Видите Есть там Гадач Природа Видения Рисования Атерское Мастерство Естественно А вам Вот Ближе Все-таки Ближе Физкультура Нет Можно Да Ближе Кстати Я заметила Вам когда Предлагают Роли Вы в основном Или полковник Ну в общем В форме Человек Почему Это моя боль Боль, да Да Это Пожалуйста В этом году У меня Шесть проектов Из них В четырех Я или генерал Или полковник В двух Я в гражданской одежде Вам не нравится Быть генерал Нет Просто Разнообразие Хочется Некоего Разнообразие Кстати В этом дипломате Я Мидовский Какой-то Чиновник И вроде Человек В дорогом Пиджаке В галстуке Рубашки Но все равно Ощущение формы Потому что Мид Это Мид Да Нет Это Да Это Боль Я когда Для какой-то Картины Одна же Меня коротко Постригли Давно Это было Коротко Это совсем Я снял И так О Форму надели О Как влетаю И вот Пошли Адмиралы Генералы Полковники Маршал Но самое Сладкое Время Я пропустил У меня тогда Видимо Были длинные Волосы И очки Потому что Самая Это лучшая Роль Это капитаны Да Ну понимаете Красиво Вы знаете Когда Юрий Осич Гагарин Мой сосед Кстати Мы жили В одном дворе Да Я был маленький А вы помните Опять скажу Конечно Он когда Прилетел из космоса Он улетел Старшим лейтенантом Вернулся Майором Ему два звания Он расстроился Юлисейч сказал Самое красивое звание Я пропустил Капитан Гагарин А как раз пропустили Капитан Гагарин Ну понимаете Капитан Сорви голова Капитан Блад Капитан Ну капитан 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 Самая Пацанская Самая романтическая Самая Это Это И герои Мировой литературы И наши И по Великой Отечественной войне Это капитаны Лейтенанты И капитаны Вот Я в это время У меня были Длинные волосы Очки Ну что ж Вот так Я что-то играл Как Когда я Постригся Сделал операцию На глаза И стал без очков Ходить У меня уже был Возраст Уже полковников Уже капитан Не дают Да Капитан Какой-то Который бежит А эти Только Командуют Руководят Отдают Распоряжение В кабинете За столом Кулаком По столу А хочется Скакать Куда-то На лошади Ну на лошади Вы узнали вашу мечту Какая же это мечта Это уже Фарш назад Уже Не провернешь А сейчас Какая мечта Какую роль Вы хотели бы Сыграть Неважно В театре Ромео Ромео Вы говорите Ну какая мечта Вообще Это смешной разговор Когда Я не вам это говорю Вообще смешной разговор Когда артист говорит Какая у тебя мечта Сыграть какую-то роль Он настолько абстрактен Это как Разговор Есть ли жизнь на Марсе А если есть Как ее использовать В корыстных целях Вот Нельзя ли оттуда Чего-нибудь Привезти Там и продать Мечтать О какой-то роли Это самое Бесплодное Бессмысленное занятие Потому что Это и театр и кино Это такое Не письмо Не может быть Практически не может быть Неужели вы думаете Евгений Павлович Леонов Когда ему было Там 40 лет Он думал Вырасту Сыграю Тези молочника Ну Такого не может быть Но Он мог Сколько угодно Мечтать Но Если бы Звезды Так все Не сошлись Григорий Заяч Годни Написал бы Эту инсценировку Захаров Не придумал бы Это поставить А И все это Совпало И вот У нас есть Леонов Значит Впоминальной молитве А совсем не потому Что он об этом мечтал И Да А вы мечтали стать актером? Нет Как так вышло? С течением обстоятельств Это какие? Это были такие обстоятельства? С течением обстоятельств Ну как У вас неожиданно отдали В театральной Еще в 10 классе Я ходил Вот с такими волосами Значит Играл на гитаре И У меня И даже Я не предполагал Хиппи? Нет Ну хиппи уже Уже тогда не было Ну просто И Да На вопрос Кем ты хочешь быть У меня Ответа не могло быть Я хотел быть Летчиком-космонавтом Естественно Понятно Потому что Сосед ты был Ну и не только Города И Читов И Терешкова Это все Мы жили все вместе Да Но я в 6 классе Испортил зрение Совсем там Минус 0,5 А программа Это была Стать летчиком Истребителем Истребителем Потом отряд космонавтов И улететь на Марс Так я примерно Прикидывал Да Вот Когда это случилось Я написал Письмо Министру обороны Маршалу Гречко Можно ли поступить В 5 классе Серьезно? Да Можно ли поступить В летное училище Если у тебя Не стопроцентное зрение Получил ответ Такое время Был такой конверт Из министерства Обороны Ну понятно Что Фоксимили Но было Министр обороны Советского Союза Маршал Гречко Где написано Дорогой Саша Мы твою мечту Значит уважаем И ценим Но к сожалению Значит Для летчика Нужно стопроцентное зрение Но ты можешь Быть инженерно-техническим Там каким-то И вот Список Авиационных училищ Где можно Стать кем-то другим Быть Это была драма И больше мне не хотелось Уже никем быть Вот А к десятому классу Я просто читал книжки Гонял в футбол Играл на гитаре Слушал музыку И вот такой профессии Чтобы С утра до ночи Читать книжки Значит играть в футбол В свободное время Слушать музыку Не было такой профессии И поэтому Чем конкретно я хотел заняться Мне даже в голову не приходило Ну и как-то так Я не Это долго вспоминать И причудливо очень И поздно я И я поздно В итоге сначала В одиннадцать Другой В общем Ну вот так вышло Поступили Отучились Да Да Отучил Вы хотите Вехи Большого пути В театр Гоголя пришел Сначала Да Вы в театре Гоголя же были Был Был А почему ушли? Чем у вас? Я как-то не ушел Я не помню Вы постепенно Как бы переходите Я ушел Я ушел Я как колобок Я из театра Маяковска Даже уходил И 9 лет отсутствовал Ну как-то ушел Что-то вдруг Какая-то тоска Вы говорите Там про какие-то мечты Планы Сидишь там Мечтаешь Планируешь И оказывается Ничего Светлого Чего-то у тебя не нарисовывается Думаешь Дай-ка попробую Я Поменяю Поменяю Ну в результате вернулись В театр Да И тоже Это не спланированная акция Не мечта Вот так сложились обстоятельства Что Что Там выпускался спектакль И Меня пригласили на одну роль Которую я любил пьесу И любил Этого автора И Это был театр Маяковского Это был последний Убийственный аргумент Хотя Я в этом Я прекрасно себя чувствовал Снимался Антрепризничал Объездил Всю Россию И близлежащие И вдаль Лежащие Страны С такими Артистами Там Как Я не знаю Этуш Ольга Александровна Аросева Там Таня Васильева Лена Сафонова Наташа Варлей С кем я только Я шалею Вячеслав Анатольевич Все было прекрасно Я много ездил Много путешествовал Много зарабатывал Располагал своим временем Сам своим Собственным был Директором И начальником отдела кадров Вот Но вот Как-то вот так Меня прибили И мне говорили Ты не собираешься Ты в театр Звернуться Я говорю Да что бы я там Забыл Вообще Не думал Ага И Еще может В другой ситуации Я бы подумал Пьеса хорошая Но я в ней уже играл Месяц с деревни Я играл В прекрасном спектакле С Андреем Звягинсом Кстати Который еще не снял Тогда Никаких возвращений Он студента Играл пьесу Я любил Роль я любил Второй раз В одну воду Входить Ну вот Театр Маяковского Все решил И как бы я Как к бабушке В деревню Вернулся Как же там хорошо Да Да Все знакомое Все Ну а вам ближе Вы как считаете Вы больше Актер театра Или актер Кино Вот Что вам ближе Театр Или Больше Мамина дочка Или пепа Все понятно То есть вам Ну как Это Вот вы о театре Так говорите Это родственные Конечно Вещи Ну это разные Сферы Ну они разные И они этим И прекрасны Поэтому Там И кто этого Вкусил Он Он закисает Если артист Снимающийся Долго Не снимается Он начинает Тасковать По кино Если он долго Много И успешно И снимается И с ним фотографируется На улице Но ему долго Роли в театре Не предлагают Он начинает Закисать Без театра Это Это Да Это Что Белки Жиры Или углеводы Что Исключить Лучше ничего Не исключать Лучше Сбалансировать Всегда Видимо Так Я люблю И сниматься И люблю И в театре Играть Это замечательно И преподавать Люблю И главное И там И там Вас хотят видеть Я дожил До тех пор Видите Вы меня Представили Хорресником Гагарина Я чуть младше Но я уже Дожил Все таки До того времени Когда я Могу заниматься Тем, что мне реально По-настоящему нравится По-настоящему Не потому, что там Это замечательно Это Зарабатывать надо Нет Я не голодаю Давно уже Уже мне не надо Ничего И поэтому Просто Вы наслаждаетесь Жизнь Ну по возможности Да Да Насколько это возможно Когда тебе надо Время от времени Таблетку какую-то Принять Нормально Наслаждаемся Да Наслаждаемся Ну у вас Планы На этот Ну ближайший Планы сегодня В 7 часов спектакль Так Это на сегодня Завтра В 7 часов спектакль На месяц Есть план? Да Послезавтра Вернуться в Москву Пойти к студентам Наконец-то Они меня Три дня Четыре не видели Вот Ну и так далее Так далее И там все расписано До Примерно До марта Я знаю В ближайшее время Мы на экранах Вас тоже увидим Ну вы сказали Уже мы сериал смотрим А еще какие-то новые Да? Вот по-моему Сейчас по России Должен выйти Под названием Своя земля Да Там такая Семейная сага Там Там Да Папаша Какой-то Там Там Замечательный артист Там Кирилл Полухин Игорь Скляр Там Хорошие артисты Хорошая Какая-то такая Житейская история Семейная Я там Глава семьи Выглава семьи Я же майор милиции Да Тогда не смотри Нет Это на работе А там В основном Дома Дочка Зять Там какие-то Там какие-то Какие-то Да Да Там не кабинетный Какой-то человек Да Спасибо Александр Иванович Спасибо Спасибо Зречным Которые придут К нам сегодня Завтра И послезавтра И во все другие разы Когда мы будем Приезжать В замечательный Город Ульяновска Спасибо Желаю Вам разноплановых Ролей Спасибо Как можно больше Спасибо Большое спасибо Спасибо Всего доброго До свидания До свидания Уважаемые зрители Редактор субтитров